Привет, интернет! Сегодня достаточно интерактивный выпуск. Сегодня мы проведем жеребьевку 1-8 финала. Сначала посмотрим на команды, которые заняли третьи места в своей группе. На ваших экранах вы видите сводную таблицу команд, которые заняли третьи места. Я напомню, что этими командами стали Уэльс, Португалия, Бельгия, Косово, Англия и Босния. Косово и Босния по разнице из забитых и пропущенных мячей стали последними, и они не выходят в 1-8 финала. Четыре команды Уэльс, Португалия, Бельгия и Англия проходят в 1-8 финала и также будут участвовать в жеребьевке. Для того, чтобы труды команд, которые заняли первые места, не прошли напрасно, я решил сделать из них сеянные команды и уже разместил их в 1-8 финала. Как вы видите, это с первого по шестое места в первой строчке. Я повторю, это Италия, Франция, Россия, Украина, Норвегия и Испания. Это те команды, которые выиграли свои группы. Они сеянные, они уже в сетке, и я решил не тратить на них время. Уэльс проводит жеребьевку с самого начала, для того, чтобы определить, где будет проходить этот матч, кто будет его обслуживать и прочее. Нам это не очень важно, поэтому я решил на этом сэкономить. Начнем с того, что разместим команды, которые заняли вторые и третьи места, которые прошли в одну из чашек. Это будут заготовленные бумажки зеленого цвета. Помещаем их в синюю кружку. А расположение, в каком месте они будут играть, в красную кружку. Бумажки, конечно, отличаются, но я как-то не очень предрасположен кому-то помогать. И вытаскиваю не глядя. Джанни Инфантино не смог посетить мою скромную обитель, поэтому приходится делать все самому. Итак, вытаскиваем первую команду. Это будет, если вы видите, это Польша. Польша будет играть. Польша будет играть 1-8-я, 2-я пара. Видно, не видно, не знаю. Итак, Польша 2-я пара. Это против Франции. Записываем. Франция, Польша. Команды, которые заняли первые места, будут иметь преимущество домашней площадки, если можно так сказать. Но Евро 2020 проходит во многих странах. Возможно, кто-то и сыграет дома. Далее, вторая команда. Вытаскиваю не глядя. Верьте мне на слово. Далее, это Португалия. Триумфатор прошлого чемпионата Европы. Португалия будет играть. Будет играть. 1-8-я, 5-я пара. 5-я пара. Это у нас Норвегия. Норвегия, Португалия, 2-я пара. Едем дальше. Луиш Фигу вытаскивает бумажку. Вытаскивает Турцию. Вытаскивает Луиш Фигу. Видно вам. Так, далее. Пожалуйста. Четвертая пара. Четвертая пара. Смотрим, что такое у нас на четвертом месте. Это Украина. Турция, Украина. Вернее, Украина, Турция. В принципе, несложной живи для наших украинских соседей. Учитывая то, как турки сыграли в группе. Дания. Соперник сборной России по группе. Дания. Шерепевка слепая, поэтому не удивляйтесь, если опять попадется на Россию. Компьютерных программ разводящих у меня нет. Восьмая пара. А. Если вы видите на экране, там две строчки. А и Б. Это вот для мест, которые не размечены после сеянных команд. Вот восьмая строчка. Дания будет в хозяевом поле. Буква А. То есть на Россию не попали. Далее. Англичане, родоначальники футбола. Сыграют с... Сейчас у нас какой-нибудь голландец, типа Франко Райкарда, вытаскивает бумажку. Пара номер один. Пара номер один. Англичане едут в гости к итальянцам. Если учесть, как провели этап групповой и итальянцы, и англичане, я могу предсказать даже счет, что если будет 0-0, я не удивлюсь. Германия, группа смерти. Португалия уже была, теперь Германия. Тоже недавний триумфатор всевозможных европейских и мировых форумов. Германия едет к хозяину третьей пары. Это у нас Россия. Россия и Германия. Как вам пара такая? Могу сказать, что я обеспокоен за нашу сборную. Немцы всегда сильно играли, и наши традиционно у них ничего не выигрывают. Нидерланды, голландцы. Голландцы будут играть. Голландцы будут играть. Седьмая пара Б. Пока соперник неизвестен. Седьмая пара Б. Записываем. Далее. Так, у нас из Сейн-х осталась только Испания. А так, в принципе, уже почти все. Следующий. Уэльс. Одна из первых групп. Команда прошла непонятно каким чудом. Только Косово. Команда из Косово сумела ее вывести своим результатом. Так, уже думали, что Уэльс никто не подвинет с предпоследнего места. Восьмая пара Б. Восьмая пара Б. Это к датчанам. Уэльс будет гостем. Даня и Уэльс. Следующая пара. Так, 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 так. Осталось две бумажки, если я не ошибаюсь. Это к испанцам и голландцам. Чехия. Чехия, команда, которая немало меня удивила. Без особых звезд в составе. Вышли из группы. Со второго места даже, по-моему. Вот. И это очень круто, на самом деле. Потому что, кроме Патрика Шика и Гибреселаси, я там вообще никого не знаю. Седьмая пара А. Седьмая пара А в Чехии. Едет к голландцам и становится хозяевом поля. Чехия, Голландия. Кто фаворит? Наверное, голландцы. Но игра покажет. И последняя бумажка. Это к испанцам должна быть шестая пара. И это будет Бельгия. Смотрите, все верно. Бельгия и... Шестая пара. Все честно. Испания, Бельгия. Еще одна пара. Так, желтые и зеленые бумажки нам теперь больше не нужны. Но, в принципе, пусть так дальше и лежат. Далее проводим жеребьевку. Следующая стадия. Это 1,4 финала. Вот мы давайте в большую кружку положим. Красные бумажки. Это будет 1,4 финала. И голубые бумажки. Это будет 1,2 финала. Здесь написаны пары. То есть, в процессе хода турнира мы узнаем, кто из них выйдет. А сейчас пока пары. Начнем. Тоже все в темпе вальса. Бумажки закрутили. Очень круто. Пятая пара. Видно вам? Не знаю. Видно или нет? Пятая пара у нас начнет четверть, финал. Пятая пара. Это Норвегия-Португалия. Норвегия-Португалия сразу будет играть. Сразу достаем соперника. Норвегия-Португалия будет играть. Бумажки рвутся. Бумажки рвутся. Закрутил очень сильно. С шестой парой. Шестая пара. Шестая пара. Шестая пара. Шестая пара. Так, шестая пара. Это у нас Испания-Бельгия. Испания-Бельгия. Норвегия-Португалия против Испании-Бельгии. Даже не знаю, на кого поставить. Норвегия тоже достаточно сильно выступили и выступают. Далее. Третья пара у нас это Россия-Германия. Россия-Германия встретится с победителем пары. Победитель пары Россия-Германия встретится с победителем пары. Номер 4. Победитель пара у нас Украина-Турция. То есть Россия-Украина возможно встретится в четвертьфинале. Или не встретится. Это не точно. Так, продолжаем жеребьевку четвертьфиналов. Пара номер 2. Видно, даже вот не знаю, видеть или нет. Пара номер 2. Это у нас Франция-Польша. Сыграет с победителем пары номер 7. Это у нас Чехия-Нидерланды. И осталось, в принципе, 2 пары. Вернее, одна пара. И вы, в принципе, уже можете понять, кто с кем будет играть. Только мы определим хозяева поля. Это пара номер 1. Пара номер 1. Это Италия-Англия. Сыграет дома. Да, что такое закрутили, как с победителем пары номер 8. Пара номер 8. Это Дания и Уэльс. Осталось полуфинал. В принципе, тут все довольно быстро. Небольшая формальность. Сейчас я буду номеровать пары далее. То есть, в 1-8 финал это с 1 по 8 пары. 1-4 с 9 по 12. И 1-2 это 13-14 пары. То есть, сейчас мы смотрим на пары. Номера пар четверть финала. Где вот мы уже писали новые команды. Пара номер 9. То есть, это победитель первого четвертьфинала. Прямо так и пишу. Сразу цифрами 9, чтобы... В принципе, я думаю, всем понятно. Победитель квартета уже, да, номер 1 в четвертьфинале. 12-я пара. Хотя тут уже квартеты, наверное. Ну да ладно. С 12-м. То есть, первый четвертьфиналит с последним будет играть. Так, вот где тут у меня. Сейчас определим хозяина поля. 11-я пара. 11-я пара. И... Десятая. Смотрите, все так. 11-10. В принципе, в финале хозяина как такового обычно нету. Поэтому нет смысла выявлять, кто там будет первый. Написан, кто второй. Жеребьевка завершена. Сейчас мы еще подведем итоги в споре бомбардиров. После группового этапа. Ну, тут, в принципе, два лидера у нас. Это Мемфис Депай из Нидерландов. И Эрлинг Холланд из Норвегии. Косовский нападающий рядом, но они уже выбыли из турнира. Так же, как и Арнаутович, например, с тремя забитыми мячами. Есть еще датчанин Йоргенсен с четырьмя мячами. Ну, пожалуй, и все. Остальные по одному-два мяча. Очень много. Много кто может приблизиться. Французы. Россияне те же. Посмотрим, как будет. По желтым карточкам. Я их все озвучу. Их не так много. Это Калдырим из Турции, Пепе Португалия, Кудряшов Россия, Дзюба Россия, Брейтвейд Дания, Цыганков Украина, Соучик Чехия, Алькантора Испания, Бешич Босния, Классен Швеция и Селнос Норвегия. Если кто-то получает вторую карточку, следующий матч он пропускает. Ну, и, наверное, все. Все основные моменты я обозначил. На этом все. Встретимся уже на киберфутбольных полях. Не болейте, берегите себя. И до новых встреч.